Ну как вам зима? Приветствую тебе грядущее затишье в области игровых релизов. Каким образом собираетесь праздновать наступивший день борьбы за отмену рабства? Делитесь своими мнениями и соображениями в комментариях на сайте stopgame.ru А я в свою очередь поделюсь очередной охапкой информации. Меня зовут Глеб Мещеряков. Инфакт в эфире. Новый день, новые анонсы. Хотя в данном случае речь пойдет не о каком-то официальном заявлении, а об утекшей из рейтинговой организации инфе по поводу того, что Platinum Games, студия, ответственная за Metal Gear Ryzen и Bayonetta, занимается новой игрой про черепашек-ниндзя. Называется проект Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants in Manhattan, а издавать его вознамерилась Activision. Наверное, стоит ждать неплохую боевку и какое-нибудь спорное стилистическое исполнение? Ну это так, предположение. Подробностей пока никаких. Ждем официальных подтверждений. Продолжает парад недоанонсов Santa Monica Studio, сотрудники которой активно что-то тизерят в социальных сетях, водят аудиторию по кругу и интригуют ключевой фразой «Сделай шаг». Все это сопровождается кадрами, демонстрирующими ноги балерины или что-то типа того. Возможно, нас собираются познакомить с чем-нибудь новеньким для PlayStation VR. Или, чем черт не шутят, с продолжением сериала God of War. Скоро все узнаем. Может быть, даже во время пресловутой церемонии The Game Awards 2015, об уникальности и значимости которой нам не устает напоминать затейник Джефф Кейли. Про презентацию геймплея Far Cry Primal и Quantum Break мы уже слышали. Теперь же всплывают вести о том, что события не оставят без своего присутствия Эд Бун с Mortal Kombat X и Палмер Лаки с Oculus Rift. Каждый придумал для шоу специальное объявление. Так что готовьтесь встречать новых героев для народного файтинга и, возможно, сообщения даты выхода потребительской версии шлема виртуальной реальности. Почему бы и нет? The Game Awards проводится в Лос-Анджелесе. Не самый ближний свет. Да и зачем туда переться, если можно посмотреть наш авторский перестрим. А вот киберспортивный фестиваль DreamHack, что прогремит 5 и 6 декабря в 69-м павильоне ВДНХ, вполне реально посетить самолично. Тем более, что вход на мероприятие бесплатный. Бесплатный! Где это видно в наше-то время? В рамках DreamHack будет проведен финал с участием четырех сильнейших команд по Dota 2, а также случится конкурс косплея, в котором могут принять участие все желающие. Не обойдется без разнообразных розыгрышей призов и автограф-сессий с участием популярных в киберспортивном мире личностей. Если вы еще не прониклись масштабом, то, возможно, цифра 330 тысяч, а именно столько долларов оказалось в призовом фонде фестиваля, станет решающим аргументом. Как я уже сказал, вход свободный, но организаторы все же подготовили три типа билетов для тех, кто ценит комфорт. Прикупив черный, красный или золотой билет, можно гарантировать себе сидящее место, подарочную сумку с сувенирами или даже личный диван перед сценой и возможность пройти в зону игроков. В общем, вырисовывается занятное мероприятие. Все подробности сможете отыскать, перейдя по ссылочке, что будет добавлено в описании. Тем временем, все предзаказавшие Star Wars Battlefront уже имеют счастье отправиться в битву при Джакку. Дополнение с таким названием доступно им для бесплатного приобретения. Всем остальным придется подождать неделю. Можете пока заценить полноценный трейлер, посвященный этому DLC. Ну и, к примеру, пересмотреть видеообзор от Дениса Карамышева, безжалостно влепившего игре проходняк. А вот Life is Strange, в свою очередь, оказалась игрой похвальной, а значит, заслуживающей внимания. Если вы до сих пор им ее обделяли, то, возможно, имеет смысл присмотреться к Limited Edition. Это версия на физических носителях, которая выбрала в себя не только все пять уже вышедших эпизодов, но и диск с саундтреком, альбом с концепт-артом и авторские комментарии. Выходит в продажу все это богатство 22 января. Ну и под конец небольшая новость, тоже про эпизодическую игру. King's Quest, который еще, по сути, находится в начале своего пути, обзаведется вторым эпизодом под названием Rubble This Outer Coast 15 декабря. Что еще принесет нам этот день, покажет своевременный инфакт, как всегда. В очередной раз приглашаю вас на странице stopgame.ru и прощаюсь до скорых встреч. Всего доброго!